А мы продолжаем. И я хочу представить вам еще одного гостя, врача-терапевта со стажем работы более 40 лет, геронтолога, нутрициолога, апитерапевта, последовательницу и ученицу профессора Левина методики эндоэкологической реабилитации, получившего в 1991 году государственную премию, Осипову Ирину Владимировну, город Краснодар. Ирина Владимировна, доброго дня! Добрый день, Ирина Петровна! Ирина Владимировна, сегодня мы услышали от наших уважаемых спикеров простые, доступные, но в то же время очень важные и необходимые истины для сохранения здоровья и продления жизни в активном режиме. Мы уяснили несколько аксиом активного долголетия. Прежде всего, это движение, естественное лекарственное средство, правильное питание, как залог здоровья, позитивное мышление и как правильно инвестировать в свое будущее. А сейчас от вас я хотела бы услышать практические рекомендации, как врача-геронтолога. А как же жить сейчас? Что делать, если тебе уже нет 25? И, конечно же, первый вопрос на понимание. Что же такое геронтология? Геронтология – это наука, которая изучает процесс остарения организма, причины возникновения, лечения и профилактику заболеваний, связанных с возрастом. Другими словами, геронтология – это медицина пожилых людей. Врач-геронтолог. Чем он тогда занимается? Его основная функция? Задача врача-геронтолога – это продление жизни и улучшение качества жизни пожилых людей. С какого возраста начинаются процессы старения? По современным данным, 40-55 лет считаются средним возрастом. 56-75 лет – это пожилой возраст. 76-90 – старческий. За 90 лет – долгожители. Так бы хотелось сразу из молодого возраста в молодые долгожители. Но на самом деле биологический возраст может быть на 10-20 лет выше или ниже паспортного возраста. Есть такая теория, еще раз повторю, это только теория, что каждому человеку отведено определенное сокращение, количество сокращения ударов сердца или определенное количество биологических часов. И эти часы, они бегут со своей скоростью. И у каждого поколения своя скорость. Когда для человека начинается старость? Не по годам, а по состоянию, по физиологическим рискам? Давайте вспомним, как мы проводили время в детстве. Мы много двигались. Современные дети гораздо быстрее развиваются в интеллектуальном плане, но гораздо хуже в физическом. У них очень часто излишний вес, очень плохая физическая форма, по мнению тренеров, с которыми я общаюсь. Современные дети эмоционально очень нестабильны. Они более нервные, у них совершенно другие интересы, у них другая еда и другая жизнь. Более того, многие люди сегодня в нашем мире живут в состоянии постоянного стресса. Поэтому вместо гормонального физического расцвета нередко они в более молодом возрасте приходят к так называемому эмоциональному выгоранию. Когда у них появятся первые признаки старения? Я думаю, гораздо раньше. Из практики. 30 лет назад я впервые поставила диагноз начальное проявление атеросклероза девушке 18 лет. На планерке возник спор, как такое возможно. Но все согласились, что это не ошибка. Тогда это был единичный случай. Сейчас уже в 14 лет встречаются дети-старички по всем анализам. А ученые вообще считают, что первые признаки старения появляются к 38 годам. Именно в этот период человек достигает пика своих физиологических возможностей. А после этого мозг постепенно уменьшает выработку миелина. То есть это та оболочка, по которой проходят все нервные импульсы. И с этого периода начинается процесс старения. То есть проходит замедление двигательных реакций. Начинают гибнуть клетки мозга. Лекарство от этого процесса пока не создано. Но нам с вами очень крупно повезло. Потому что единственным продуктом, это научно доказано, который восстанавливает миелиновую оболочку, является пчелиный яд. Поэтому у нас с вами все впереди. С чем же связаны процессы старения? И почему люди стареют преждевременно? Эти процессы связаны с замедлением и полным прекращением самообновления клеток. Каждая материнская клетка имеет в своем запасе определенное число делений, после чего эта клетка умирает. В настоящее время научным способом доказана связь между генетическими особенностями организма и старением. Длинные спирали хромосом имеют на концах наконечники, которые называются теломеры. Вот эти теломеры и являются нашими биологическими часами. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и как только они полностью исчезают, клетка перестает делиться. Ученые ищут способ изобрести лекарства на основе этих самых теломеров, но они говорят, что это процесс очень далекого будущего. Но нам с вами опять-таки повезло. Дело в том, что доказано. Ферменты пыльцы обножки, так называемые ДНК-редуцирующие ноклюазы, находят поврежденный участок цепочки ДНК, убирают его, вырезают, затем по второй неповрежденной цепочке достраивают и впаивают его на место повреждения цепочки. А теперь давайте вспомним, как работает маточное молочко. Оно настраивает на нормальную работу всю цепочку ДНК. Ведь не зря говорят, что одна структурная единица маточного молочка удлиняет жизнь сердца на один удар. По мнению многих ученых, в биологии и медицине нет другого такого вещества, как маточное молочко, которое оказывало бы на развитие организма такое мощное воздействие. Это самый сильный из всех известных науки биологических стимуляторов и самый сбалансированный по составу продукт питания. ДНК маточного молочка несет на себе наследственную информацию на общее выздоровление организма. Основной принцип его действия – это восстановление иммунитета до такого уровня, когда организм сам справится с болезнью. А в чем проявляются процессы старения? То есть как должен человек поймать себя вот на этой мысли, что «я старею»? Повторяю. Симптомы на самом деле у всех совершенно разные, но сходство в одном. Человек не чувствует себя здоровым. У него, во-первых, появляются скачки давления то вверх, то вниз, особенно при смене погоды. Человек не успевает сделать работу, которая раньше его не напрягала. Появляется одышка при ходьбе, потребность отдохнуть днем. Отсутствует полностью желание встречать гостей и ходить на какие-то развлекательные мероприятия. Это немотивированное плохое настроение, усталость. Ухудшается память, слух, зрение, нарушается походка. Появляются боли в суставах и позвоночнике. И нередко, часто желание посетить поликлинику в целях найти волшебное лекарство от плохого самочувствия. Ирина Владимировна, вот сейчас половину наших слушателей без исключения найдут у себя эти признаки и найдут у себя эти моменты. А вот какие же факторы ускоряют процессы старения? Это для того, чтобы можно было избежать преждевременного старения и как-то замедлить этот процесс? Ну, во-первых, не будем забывать, что вот эти все признаки появляются совершенно в разном возрасте. Они могут появиться и в 30, и в 40, и в 80 лет. От чего это зависит? Во-первых, это внутренние факторы. Нарушение работы всех внутренних органов, особенно печени, почек, кишечника, сердечно-сосудистой системы. Это недостаток кислорода из-за плохой проходимости сосудов и заболеваний бронхолегочной системы. Немаловажным является побочное действие лекарств. Вот тут я говорю уже как геронтолог из практики. С возрастом количество заболеваний растет в геометрической прогрессии. Однажды при продлении больничного листа у человека я насчитала у пациента 13 различных групп медикаментов. А человеку все не хуже, а даже лучше. Не лучше, а хуже все. Я вызвала всех врачей в кабинет, которые вели этого пациента, и задала вопрос. Вообще-то откуда такое количество лекарств? Ответ, конечно, как обычно. У него же много диагнозов. Но человеку-то не лучше. Дело в том, что с возрастом лекарства, безусловно, нужны. Но зачастую не учитывается, что лекарства у пожилых людей работают совершенно по-другому. Дозировки другие. Побочных эффектов гораздо выше и осложнений, чем у людей в молодом возрасте. Более того, не учитывается, что многие группы лекарств пожилым людям просто противопоказаны. И поэтому вместо лечебного эффекта пациент в основном получает побочные эффекты. И я призываю вас, ни в коем случае не занимайтесь самым лечением. Кроме этого, здесь оказывают особое влияние и внешние факторы. Допустим, тяжелая физическая нагрузка, тяжелое нервно-психическое напряжение, затяжные стрессы. Это и воздействие факторов внешней среды, такое, как токсичные вещества. И живем мы в городах загазованных. Это вредные привычки. Курение, алкоголизм, переедание. Малоподвижный образ жизни тоже играет свою роль. Сегодня вы сказали, что современная медицина доказала, что к 38 годам человек достигает пика своих физиологических возможностей. То есть, в принципе, он сделал все, что мог. Родил сына или дочь, посадил дерево, построил дом. И все. На списание? Старость? Или можно как-то отсрочить эту цифру? С какого возраста лучше начать профилактику угасания? Чем раньше, тем лучше. Специалисты вообще советуют начинать заботиться о здоровье лет с 30. Это даст возможность продвить жизнь и улучшить ее качество. От состояния здоровья наших клеток зависит и состояние всего нашего организма. Отсюда следует так называемая концепция здоровья. Что это такое? Человек – это система, которая состоит из органов, тканей, клеток. Здоровые клетки живут дольше. А это происходит только при соблюдении определенных правил. Полноценное сбалансированное питание, нормальная температура тела и достаточное количество воды. То есть наше тело, по сути, круглосуточно работающая фабрика, ежеминутно, ежесекундно в организме происходит обновление. Наше тело состоит из тех продуктов, которые мы съели в течение года. Какие-то вещества используются сразу, а какие-то находятся в резерве и используются по мере необходимости. Поэтому заботиться о здоровье нужно заранее и постоянно. Самое главное – наша цель создать условия, которые будут благоприятны для здорового организма. Что для этого нужно? Во-первых, пить достаточной воды и добавлять в нее или АПВ, или продукт номер три. Поскольку эти продукты изготовлены на шунгированной воде с ионами серебра. Это великолепная возможность создать слабо щелочную среду в организме. Именно та среда, которая характерна для здорового организма. Во-вторых, это диета. То есть ешьте больше овощей, фруктов. Так, употребляйте достаточное количество белка. В этом нам помогут в том числе коктейли серии B-Energy, хлебина, тенториум плюс, аписпира. Постарайтесь убрать перекусы. Жирное, жареное, соленое. Я понимаю, что сделать это очень сложно. Но в таком случае всегда под рукой у нас должен быть апихит. Поддерживайте баланс натуральных, повторяю, натуральных витаминов, минеранов, антиоксидантов для того, чтобы наши клетки были в состоянии молодости. Для того, чтобы предупредить преждевременное старение. Обязательно необходимо поступление к тканям кислорода и питательных веществ. Для этого нужна физическая нагрузка умеренная. Об этом наши спикеры сегодня говорили. Очень полезна утренняя гимнастика. Она приведет наши мышцы в тонус и позволит вывести кровь из депо для того, чтобы она омывала каждую нашу клеточку. Очень хорошо действуют прогулки на свежем воздухе. Скандинавская ходьба, но не менее часа. Плавание, акваэробика, спортклуб. И обязательно не забудьте взять с собой на тренировку АКТВ Wellness, чтобы вам хватило энергии на любую тренировку. Очень важен хороший сон, потому что во время сна у нас вырабатывается гормон мелатонин. Он отвечает за подавление развития опухолевых клеток. Для того, чтобы хорошо знать, хорошо спать, пожалуйста, сделайте легкий массаж воротниковой зоны с кремом Тенториум. Или великолепно подойдет масло за тело с цветочной пыльцой. Выпейте на ночь стакан теплой медовой воды. Лучше всего подойдет мед с лецитином. Дышите воздухом зажженной свечи канделла или насладитесь чашечкой чая Тенториум. Старайтесь избегать стрессов. Это сложно, я понимаю, но дело в том, что все продукты пчеловодства снижают уровень стрессовых гормонов. Поэтому чем жестче и сильнее стресс, тем больше продуктов Тенториум нужно принять. Особенно это касается продуктов с маточным молочком. Стремитесь к одиночеству. Обязательно общайтесь с людьми разного возраста. И очень важно сохранять тонус центральной нервной системы. Тренируйте ум. Разгадывайте кроссворды. Изучайте иностранные языки. Читайте. Выполняйте движения на координацию движений. Тоже стояние на одной ноге. Танцуйте. Для того, чтобы развивать мелкую моторику, это очень важно, можно просто собирать мозаику, рисовать, можно вязать. Обязательно найдите себе полезное занятие, поскольку установлено, что чем выше интеллект и духовный потенциал, тем продолжительнее и активнее жизнь. И очень важно для сохранения здоровья и долголетия употреблять продукты пчеловодства регулярно. Почему? Запомните, сколько бы вы не съели полезной пищи, к сожалению, наш организм недополучит всех необходимых ему питательных вещей, поскольку сами продукты стали другими за счет того, что почва истощилась за 9 тысяч лет земледельческой работы. В отличие от любых лекарственных средств, в отличие от любых биологически активных добавок, продукты пчеловодства не имеют какой-то одной точки приложения. Дело в том, что они воздействуют на весь организм в целом. То есть они кормят все наши клетки за счет того, что содержат в своем составе от 500 до 1000 необходимых компонентов для нормальной работы клеток. Практически это весь спектр необходимых веществ для полноценной работы. Такого количества полезных веществ нет ни в одном другом продукте. Ирина Владимировна, а какие продукты Тентуриум будут наиболее полезны для людей, кто не хочет стареть? Тия, с чего начать? Если нет особых проблем, рекомендую начать с оздоровления желудочно-кишечного тракта. Для этого существует готовая программа «Изменись за 28 дней». Это как раз эндоэкологическая тема. Или это может быть программа «ЖКТ-Ультра», «Прополит», «Апихид», «Айпи-Ви», «Бихидахлебина», «Экстрабифунгин» и «Медовая вода» с любым тентуриумовским медом. Для нормализации печени полезно регулярное поражение, во-первых, желчного пузыря. Для этого помогут медовая вода, любой мед можно использовать, сироп «Сорвус», «Экстрабитулин», «Гепаталинум». Для того, чтобы возродить из пепла клетки печени, необходимы антиоксиданты. Они восстановят биологические мембраны. Это будет «Экстрабитулин», «Апихид», «Гепаталинум», Вся прополисная серия, маточное молочко, которое снижает уровень вредного холестерина и препятствует отложению холестерина на стенках сосудов. Вот обо всех продуктах тентуриум рассказать невозможно. С вашего разрешения я хочу рассказать об одном из моих любимчиков. Особое внимание – это «Экстрабитулин». На мой взгляд, продукт просто удивительнейший. Он оказывает мощное антиоксидантное действие. То есть убирает основную причину преждевременного старения и деградации отдельных систем. Он восстанавливает поврежденные клетки печени. Угнетает синтез избыточного холестерина в печени. Увеличивает его утилизацию и выведение через кишечник. Предотвращает развитие тяжелых процессов мозга, вплоть до гибели мозга, даже при черепно-мозговых травмах. Это факт. Он повышает чувствительность клеток к инсулину. То есть снижает риск развития сахарного диабета второго типа. Он оказывает мощное антиаллергическое действие. Если мы говорим про опорно-двигательный аппарат, это будут аписпира, эргокальций, крем-тенториум, мед с мумиё, осиль, тенториум адаптив, хлебина, апихит и медовый массаж. Особенно мне нравится медовый массаж с медом с мумиё. Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы лучшими продуктами будут формула РА, сорбус, продукт номер 1 или 3, черника, хлебина, тенториум плюс, винаториум, экстрабитулин и все продукты с маточным молочком. При патологии мочевой системы – это ОДВИД, чай АПЛТ, прополисная группа, хинази и апихит. При патологии мужской и женской половой сферы несомненно помогут все продукты с маточным и трутневым молочком, апихит, вся прополисная линия, хлебина, черника и апикрасота. Спортсменам и всем, кто ведет здоровый образ жизни, невозможно обойтись без натуральных витаминов в виде тенториум плюс, хлебины, аписпиры, черники, апикрасоты, ягодного бума, коктейли Биэнерджи. Для того, чтобы проще было справиться с назначением продуктов, компания постаралась и создала для нас целые готовые программы. Это ППЗ – противовирусная аптечка. Программа «Жизненная сила», «Жизнь без аллергии», программа «Здоровые сердца и сосуды», программа «Ф-25». На самом деле, когда меня спрашивают, а есть ли медицина антистарения, я ответственно говорю, все продукты пчеловодства, если они действительно натуральны, а мы знаем, где брать натуральные продукты, и есть эликсир молодости. А уж если они обобщены еще и экстрактами растений, то силы их повышаются многократно. Продукты пчеловодства не только замедляют возрастные изменения, они кардинально меняют сознание людей и их отношение к жизни. Они полезны и необходимы в любом возрасте. Ирина Владимировна, у нас начали поступать вопросы из чата, и я выбрала несколько вопросов, которые показались мне наиболее интересными. И вот первый из этих вопросов. Посоветуйте, пожалуйста, что употреблять из продукции Тенториум пожилому человеку 64 года при моральном истощении и хронической усталости? Безусловно. Здесь нужны все продукты с маточным молочком. Хороша будет черника, апикрасота, Тенториум плюс. И очень эффективно, я считаю, здесь будет использование программы F25 или программы жизненная сила. Спасибо. И еще пару вопросов. Что вы посоветуете для очищения крови и питания головного мозга? Я так понимаю, это уже профессиональный вопрос, как геронтологу и по теме эндоэкологической реабилитации. Ну, безусловно, здесь будет полезно, очень полезно программы «Здоровые сердца и сосуды». Дальше все продукты буквально с маточным молочком. Очень полезен будет массаж шейно-воротниковой зоны с кремом Тенториум. И уже вот из практики очень советую по биологически активным точкам наносить крем новый Тенториум Ультра. Эффект просто потрясающий будет. Это для питания головного мозга, а для очищения крови и лимфы, как я понимаю, это? Да, это программы «Здоровые сердца и сосуды». Спасибо. И еще один очень интересный вопрос. Как же не хочется стареть совсем? Может быть, у компании Тенториум есть рецепт молодости? Какие продукты начать принимать, чтобы продлить молодость, активность и ясность ума? Вы знаете, вот вся компания Тенториум – это и есть эликсир молодости. Это и есть здоровье. Это и есть продление жизни. Но в том случае, если продукты эти используются регулярно, постоянно, комплексно, и одним из главных продуктов на сегодняшний день, я очень продукт этот жду, это будет маточное молочко на сухом меде, которое явится суперэликсиром для продления нашего активного долголетия. Спасибо большое за ваши ответы. И еще один вопрос уже от меня. Что такое медицина антистарения? Вот когда меня спрашивают о том, есть ли медицина антистарения, я ответственно говорю. Все продукты являются именно эликсиром молодости, особенно если они сочетаются с экстрактами целебных трав. Дело в том, что они не только замедляют процесс состарения, они дают возможность кардинально изменить сознание людей, отношение людей к жизни. Эти продукты необходимы буквально в любом возрасте. Я хочу привести один пример. Пришел на прием мужчина, возраст 50+, с женой. Жена находится в состоянии стресса, напряжена, очень сильно напряжена. Муж в течение нескольких лет ни о чем, кроме состояния своего здоровья, говорить не может. Он на этом зациклен. Ведет здоровый образ жизни. Постоянно сидит на диетах, потому что у него проблемы со всем желудочно-кишечным трактом. Принимает все лекарства, которые ему назначает врач. Он занимается еще и какими-то медитациями, но ему все хуже. Внимательно выслушал все, что я думаю по этому поводу. Взял рекомендованную программу, ушел. Через месяц он вновь пришел с женой, но они с порога уже слегка улыбались. Жена была уже не так напряжена. Мужчина сказал, что чувствует себя неплохо. Ест почти все. То есть с диетами он завязал, в хорошем смысле этого слова. От лекарств почти отказался. Взял еще одну программу и ушел. Через месяц-полтора пришел вновь, уже без жены. На вопрос, как себя чувствует, сказал, хорошо. Вы, Марина Владимировна, говорили, что есть какой-то продукт для мужчин. Мне надо. Взял трутневое молочко. Без напоминаний. Говорит, а для жены что нужно взять? Для жены взял апикрасоту. Вопросов о стоимости продуктов уже не задавал. Мужчина улыбался и сказал, что на работе у него все хорошо. Он успевает практически все. И у него изменилось настроение. У него появилось желание к жизни. И вот таких случаев я вам могу привести. Колоссальное количество. Их очень много. А вот для меня, как для врача, представляете, какое счастье – видеть довольных, счастливых людей. Это ли несчастье – не тратить деньги на не всегда нужные лекарства, а вкладывать деньги в собственное здоровье, в свой эмоциональный комфорт и благополучие? Я не призываю вас отказаться от всех таблеток, которые вам рекомендовал врач. Я не призываю кардинально изменить образ жизни. Просто задумайтесь, что лучше – страдать по ушедшей молодости или быть энергичными, активными, с ясной головой, несмотря на хвори. А они у всех есть, поверьте. Продукты пчеловодства дают нам свободу выбора. А выбор всегда за вами. Оставаться красивыми, бодрыми проще, чем кажется. Стоит только захотеть и начать действовать. Как сказал Сенека, пока мы откладываем жизнь, она проходит. Не откладывайте свою жизнь. Живите с комфортом каждый день, каждую минуту. Здоровья и счастья вам! С Кентуриум! Ирина Владимировна, я хочу поблагодарить вас за ваше сегодняшнее выступление и резюмировать то, о чём сегодня мы с вами проговорили. Если что-то нужно, вы добавите, поправите меня. Итак, чем раньше начать приём продуктов пчеловодства, тем больше шансов не стареть и отодвинуть старость. Чем больше хронических заболеваний в организме, чем сильнее, глубже и длительнее стресс, тем дольше, длительнее и больше продуктов пчеловодства нужно принимать. И продукты пчеловодства меняют сознание человека и отдаляют старость. Ирина Владимировна, благодарим вас за вашу открытость, профессионализм и возможность дарить людям знания, надежду и веру. Веру в свои силы, веру в эпитерапию, в продукты пчеловодства, веру в завтрашний день, который может быть радостным, позитивным, светлым, интересным и в котором так хочется жить. Ещё раз разрешите поздравить вас от имени компании и от себя лично с профессиональным праздником, с Днём медицинского работника и вручить вам самую востребованную на сегодняшний день программу «Жизненная сила». Пожелать вам крепкого здоровья, профессионального роста и самое главное – активного долголетия. Спасибо вам. Всего доброго. Я так счастлива, что компания «Тенториум» есть в моей жизни. Потому что это компания, которая даёт желания и силы жить на полную катушку. Спасибо. А мы отключаемся от Краснодара и возвращаемся в Пермскую студию для завершающей части, не менее волнующей и интересной.